МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Ирина Исаева и Тимофей Обухов. В ближайший час на нашем телеканале. Русская церковь отметила крещение Господне или Богоявление. Одно из важнейших событий в английской истории. Спустя 3,5 века стены Успенского собора Московского Кремля вновь огласились древней молитвой. Здесь прошла литургия древнерусским чином. До конца февраля москвичи и гости города могут поклониться частицам покрова Богородицы из французского шартра и платка Пречистой Девы из Рима. Напомнить о страшном грехе абортов, предотвратить детские смерти и помочь будущим матерям призвана новая часовня, освященная в Екатеринбурге. Завершились святки, но не завершаются традиционные для этих дней церковные благотворительные акции в помощь нуждающимся. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях. Русская Православная Церковь отметила праздник Богоявления или Крещения Господнем. По традиции в этот день Святейший Патриарх Кирилл возглавил богослужение в Богоявленском Кафедральном Соборе Москвы. А накануне в Крещенский Сочельник предстоятель Русской Церкви совершил чин великого освящения воды в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя. Канун, то есть день, предшествующий празднику Богоявления, называется Сочельником. Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа Церковь установила строгий пост, дозволив употребление в пищу только сочево. Особенность благослужения этого праздника составляет великое освящение воды, совершаемое после литургии. Во многих местностях водоосвящение бывает и на реках, источниках и озерах, куда священнослужители выходят крестным ходом. Воспоминания крещения Иисуса Христа в реке Иордина. В этот день Святейший Патриарх поздравил молящихся людей с новичерием праздника и с наступающим Днём Богоявления, а также напомнил богомольцам о том, как нужно обращаться со святой водой. Когда мы почерпаем святую воду, то должны помнить, почерпаем великую святыню, прикасаемся к иному мира бытию, к иной реальности, к божественной реальности. Вот почему мы должны с благоговением почерпать святую воду. Иногда люди спешат почерпнуть воду и пойти по своим делам. Иногда хотят подойти раньше своего соседа. Что греха таить? Часто почерпаем святую воду неблагоговейно, громко разговаривая, а иногда даже вступая в конфликты по человеческой слабости, по некоему недомыслию, по непониманию того, что означает для нас почерпнуть святую воду. Я всех сегодня призываю к мирному духу. По традиции, чин великого освящения воды проводится дважды – в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня. В сегодняшний день, 18 января и завтра, в сам праздник, православные христиане имеют возможность набрать в храмах Святой Крещенской воды, являющейся одной из великих церковных святынь, с тем, чтобы унести ее в свои дома и употреблять по мере надобности в течение года. В день памяти святителя Макария, митрополита Московского, по благословению предстоятеля Русской Церкви в Патриаршем Успенском Соборе Московского Кремля была совершена Божественная Литургия древнерусским чином. Богослужение возглавил патриарший наместник Московской епархии, митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. Владыки сослужили старообрядные священнослужители Москвы, Московской области, Санкт-Петербургской, Нижегородской и Кчеренбургской митрополии. Узнав о желании духовенства и прихожан старообрядных приходов отметить столетие Первого Всероссийского Единоверческого съезда, святейший патриарх Кирилл с радостью благословил проведение в Успенском соборе Московского Кремля богослужения древним чином. Единоверием зовется направление, сторонники которого при сохранении древних богослужебных чинов, таких как двоеперстие, служба по старопечатным книгам, а также древнерусского бытового уклада, признают иерархическую юрисдикцию Московского патриархата. На Поместном соборе Русской Церкви в 1971 году, спустя 300 лет после раскола, была провозглашена равночестность старых обрядов и сняты клятвы и прещения, наложенные на старообрядцы в XVII веке. В отличие от привычных многоголосных произведений, которые мы чаще всего слышим сегодня в православных храмах, в Единоверческой службе звучат только средневековые русские унисонные распилы. Отдельные песнопения на нынешней литургии возносились и на греческом языке. В завершении литургии перед мощами святителя Макария, митрополита Московского, были пропиты тропарь и величания. В приветственном слове настоятель Единоверческого храма игумен Иринарх Денисов отметил, что настал день, о котором едва ли могли мечтать духовные предки. В сердце русской земли из двух столиц и их окрестностей с Урала, из Поволжья и Украины собрались единоверцы для служения литургии по чинопоследованию, принятому на Руси при первых пяти всероссийских патриархах и в более древние времена. Игумен Иринах выразил надежду, что в будущем подобные события станут доброй традицией, объединяющих всех в лоне одной матери церкви. Митрополит Виналий, в свою очередь, обратился к молящимся с архипастерским приветствием. Три с половиной столетия эти святые исторические стены Успенского собора Московского Кремля не оглашались с этой древней молитвой, которую мы воскресили в наших сердцах, в наших мыслях, в наших песнопениях и молитвословиях. Пусть те молитвы, которые мы сегодня возносили от сердец наших, дойдут до престола Божия и исполнит Господь во благих наши прошения. Затем владыка Ювеналий огласил обращение предстоятеля Русской Церкви к участникам богослужения. В нем святейший патриарх Кирилл отметил, что наша церковь едина, а древние и новые обряды одинаково спасительны и свидетельствуют о нашем единстве во Христе Спасителе. По окончании торжества в трапезных палатах Успенского храма Новодевичьего монастыря для служащего духовенства и почетных гостей был устроен прием и экскурсия по Церковному музею Московской епархии. На уходящей неделе отмечался день памяти одного из самых почитаемых святых Русской Церкви. За пределами России ходила слова о подвигах преподобного Серафима Саровского. Один из таких подвигов – неустанная молитва в Саровском лесу на большом гранитном камне в течение тысячи дней и ночей. В главном соборе Еврейской автономной области состоялось освящение воды от части того самого камня, на котором совершал молитву великий подвижник. Подробности в сюжете пресс-центра Биробиджанской епархии. Образ Саровского старца задолго до официальной церковной канонизации был запечатлен в самых разных произведениях искусства – в живописи, гравюре, резьбе по дереву, фенифте. Было записано немало случаев чудес и исцелений от портретов преподобного Серафима. Особой целебной силой обладали осколки двух камней, на которых в келье и в лесу святой провел в молитве тысячу дней и тысячу ночей. На камушках, как правило, писали изображения его молитвенного подвига. Именно такая редкая святыня хранится в Биробиджанской епархии. Как говорит нам в житии преподобного Серафима, тысячу дней и тысячу ночей преподобный Серафим молился на камне, воздев руки к небу и повторяя молитву мытаря. Божия милости в Боге не грешна. Трудно представить, какую нужно было иметь и физическую, и духовную силу, чтобы совершить этот удивительный подвиг. В день памяти преподобного Серафима Саровского в Благовещенском кафедральном соборе города Биробиджана был совершен молебен. Во время этой службы епископ биробиджанский Кульдурский Иосиф осветил воду от камня преподобного старца. Кроме постоянных прихожан в этот день в соборный храм прибыли и паломники из других регионов с желанием прикоснуться к уникальной святыне. Я большая почитательница Серафима Саровского. В этом году ездила паломнической поездкой в Дивеево, поэтому я еду с огромной душой, с огромным желанием, как говорится, встретиться с ним, повидаться, еще раз приложиться к чудотворному камню. Эта святыня принадлежала преснопамятному митрополиту ленинградскому и новгородскому Никодиму и стояла на его рабочем столе. После кончины иерарха митрополит Ювенали передал ее будущему владыке Иосифу. Еще до прославления преподобного Серафима частицы камня разошлись по всей России. Известно, что те, кто с верой обливал камешки водой с чтением правильца преподобного, получали по молитвам святого от этой воды благодатную помощь и исцеление. Освященную архипастырем воду в день памяти подвижника русской церкви прихожане благоговельно разнесли по своим домам. Вода имеет целительные свойства и многим уже помогла в исцелении тяжких, серьезных заболеваний. И в день памяти преподобного Серафима к нам приходят и жители города Биробиджана, и приезжают паломники из соседних регионов. И все имеют возможность набрать воды, освященной от камня преподобного Серафима Саровского. Наталья Шуплицова, Евгений Корякин, пресс-центр Биробиджанской епархии для телеканала «Союз». В Екатеринбурге состоялось освящение часовни в честь 14 тысяч младенцев от Ира до Вифлееми Избиенных. Часовня детских душ, так прозвали ее в народе, станет местом покаяния для тех, кто совершил грех аборта, а также пунктом помощи женщинам, которые решились сохранить беременность, несмотря на трудную жизненную ситуацию. Освящение совершил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл. Два с небольшим года назад две неравнодушные женщины решили принести деятельное покаяние в грехе аборта и построить памятник в честь 14 тысяч младенцев от Ира до Вифлееми Избиенных, который напоминал бы жителям Екатеринбурга о том, что убийство детей – это страшный грех и предотвращал бы детские смерти. Однако управлявший тогда Екатеринбургской епархией владыка Викентий благословил строить не памятник, а часовню, чтобы в городе было место, где можно не только задуматься об этом грехе, но и помолиться. Часовня расположилась на территории храма преображения Господня на Уктузе, где к тому времени уже была большая икона с частицей мощей вифлеемских младенцев. Владыка сказал, что памятник – это хорошо, но это безнадёжно мало. И так возникла идея часовни. Часовня, на самом деле, наверное, можно сказать, что построена в рекордные сроки, достаточно быстро в течение двух лет, и проект, и сама часовня. С одной стороны, это большая радость, что так быстро, а с другой стороны, это достаточно какая-то, есть какая-то горечь, потому что эта беда, она свойственна, и, к сожалению, виноват практически чуть ли не каждый. Ежегодно в России убивают около полутора миллионов нерождённых детей. Это примерно равно населению города Екатеринбурга. Так личный грех становится грехом всенародным, и поэтому бороться с ним нужно тоже всем вместе. Часовня детских душ станет форпостом в борьбе с детской жизнью. Благодаря появившейся часовне здесь будут проходить моливны. Мы будем собирать здесь информацию о тех женщинах, которые нуждаются в помощи. Будем здесь встречаться с волонтёрами, добровольцами, которые готовы поддерживать этих женщин. Я считаю, что открытие этих часовни – это важный такой этап в развитии движения за жизнью семейных ценностей в нашем городе. Принять участие в спасении жизни нерождённых младенцев, принести добрые плоды покаяния сможет каждый. Мы можем просто раздавать листовки. Мы можем ходить в женские консультации, отговаривать женщин от абортов. Мы можем стать приёмными родителями. У меня получилось получить благословение и взять приёмных детей. Сначала я девочку с рождения забрала, брошенную в роддоме. Через два года взяла ещё и сына уже из детского дома. Освящая часовню, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл напомнил о том, что право решать, жить ребёнку или не жить – это не право матери и не право врача, а право Бога. Никогда не будем лишать жизни тех, кому сам Господь дал этой жизни. Чтобы мы понимали, какая это ответственность, какое это важное и сложное дело. Но это дело благодатное, это дело спасительное, и через деторождение спасается человеческий род. В продолжение темы новости с Донского края. Молитвенное стояние свечи о памяти и надежды прошло у строящегося свято-троицкого храма Волгодонска. Акцию провели по инициативе отдела по социальному служению и благотворительности Волгодонской епархии. Каждый желающий мог поставить свечу с молитвой о здравии и спасении младенцев, находящихся в утробе матери. Подробнее наши региональные коллеги. Эта акция открылась молебном об умножении любви и сохранении детей, находящихся в утробе, о даровании покоения всем, кто причастен к греху аборта. Рука об руку в акции участвовали представители административной власти, работники здравоохранения города Волгодонска и простые горожане. По благословению епископа Волгодонского Исальского Корнилия и по инициативе отдела по социальному служению и благотворительности Волгодонской епархии в День памяти святых мучеников, младенцев Ефельемских, атыродоубиенных, устроющегося в Свято-Троицкого храма, прошло молитвенное стояние свеча памяти и надежды. «Не убей!» Именно эти слова волгодонские православные христиане выложили зажженными свечами, чтобы привлечь внимание горожан к проблеме абортов, растревожить души матерей и отцов, помочь опомниться и покаяться в страшном грехе, отделяющем нас от Бога. Каждый присутствующий здесь человек мог поставить свечу с молитвой о здравии и спасении младенцев, находящихся в утробе матери. Проводимыми акциями священнослужители Волгодонской епархии все больше и больше привлекают людей в православные храмы. И сегодняшнее такое молебное пение мы совершаем, как-то стараемся, церковь и чадо церковное стараются как-то разбудить человеческую душу, сознание, чтобы поняли мы, что мы грешные и немощные, что совершаем страшное грехопадение, но есть нам, Господь дает нам покаяние, сокрушение сердец наших, Господь ждет нас, преклонение нашей главы и раскаянных сердец наших, что вопьем мы ко Господу и просим, помилуй нас, Господи, грешных и окаянных раб своих. И молимся мы, кто впал в эти грехи, впадал, кто осознал это грехопадение и на будущее обязан заказать своим детям, что это страшный смертный грех, где-то убийство, что мы пред Богом совершаем такое страшное злодеяние, уничтожаем творение Божие. Препятствие снижению численности населения, формирование духовного и морального облика людей, призыв задуматься о спасении – основные задачи организаторов акции, поднимают проблемы демографии, укрепление института семьи и сохранение традиционных духовных ценностей. Дай нам, Господи, силы, разума, мудрости духовной, чтобы нам осознать свое беззаконие грехопадения, научить наших детей, внуков наших и близких, вразумить этим добрым делом, которое мы сегодня совершаем, может кого-то и вразумим, кого-то расшевелим от чувства этой матери будущей, что она может задуматься и не совершит этот страшный смертный грех. К другим темам. Город Нефтьюганск посетил правящий архиерей Ханты-Мансийской епархии. Владыка Павел привез икону и ковчег с частицей мощей святителя Нектария. В Свято-Духовском храме по этому поводу состоялась божественная литургия, рассказывают наши коллеги из Югры. Путешествие Владыки Павла со святыми мощами началось именно с нашего города. Ковчег впервые привезли в Нефтьюганск. Ханты-Мансийской епархии он был передан в дар Тверским митрополитам только в октябре прошлого года. Епископ Павел совершил божественную литургию в Святодуховском храме и благословил всех гостей и прихожан. Святитель Нектарий был архипастерем Тобольской епархии во времена правления Ивана Грозного. Четыре года он служил на сибирской земле. При нем была приобретена балладская икона Пресвятой Богородицы. В течение всего дня в храм шли прихожане, чтобы приложиться к лику святого и к овчегу с мощами. В адрес Владыки Павла прихожане и гости высказали слова поздравления и благодарности. За вашу молитву, за вашу любовь и за ваше благословение, когда вы отдаете все силы для нас, чтобы в нашей епархе, в которой вы ехали с предстояния, было все хорошо. Вы молитесь и благословляете всех людей. После окончания божественной литургии владыка Павел посетил храм Почаевской Божьей Матери. Песня. Епископ Ханты-Мансийский и Сургутский посетят по возможности все храмы епархии. Православные югорчане смогут попросить помощи у заступника, святителя Нектария. Все приходы не удастся успеть, потому что святки небольшие, а приходов очень много. Но я думаю, что уже и не в святочные дни мы продолжим путешествие февралем месяцем. Обязательно посетим все приходы, чтобы обвести мощи по своей епархии. Также в рождественские праздники в Святодуховском храме для детей и взрослых провели спортивные состязания. Ребята, приходящие на территорию храма, и ребята, и взрослые, они посещают, безусловно, вертеп, который имеется здесь на территории храма. И построена для ребятишек горка. Сейчас рождественские игры идут. Ребята могут посетить в ловкости, в меткости, в смекалке. В ближайшую неделю к святым мощам смогут приложиться православные жители Пойковского, Пытьяха и Сургута. В российскую столицу по благословению святейшего патриарха Кирилла были доставлены великие святыни. Ковчег с частицами покрова Пресвятой Богородицы из Шарцкого собора Франции и платка Пречистодева из Рима. Частицы одеяния Богородицы прибывают на новой площади 12 в храме Российского православного университета. Вход в храм открыт для всех желающих помолиться у святыни. Светлана Соколова там тоже побывала. Центр столицы – Нижний храм Иоанна Богословского университетского комплекса. Именно сюда были доставлены чтимые богородичные святыни. Их принесение приурочено к малому освящению этой церкви, которая не так давно была возвращена для богослужений и в которой возрождается духовная жизнь. Конечно, это великое событие для нас. Оно утешает, укрепляет нашу общину, молодую университетскую общину на пути возрождения, освоение этого пространства духовной культуры. Здесь храм был с 15 века. Покров Богородицы – главная реликвия Кафедрального собора французского города Шартер. Именно в это одеяние, согласно преданию, была облачена Божия Матерь в момент рождения Христа. По некоторым предположениям, это та самая риза Божьей Матери, которая некогда хранилась в Константинополе. И в 860 году спасла Царь Град от нападения. В 876 году святыня была передана Шартерской церковной общине. При Российском православном университете создается большой центр изучения христианских святынь, который будет заниматься не просто их экспертизой, но и популяризацией малоизвестных. Я думаю, что с течением времени очень много малоизвестных, но от того, не теряющих значимость для духовной жизни христиан, святынь. Благодаря этому центру изучения христианских святынь нашего университета будут доступны и известны все большему числу христиан. В этом цель этого центра. И вот первый результат первых трудов и стал привез в благословение Святейшего Патриарха Кирилла в наш храм этого ковчега с частью одеяния Богоматери. В этой церкви постоянно пребывает частица мощей благоверных князей Петра, Февронии и Муромских. Но теперь здесь временно находятся частицы платка и плащаницы Девы Марии. Это величайший святой. Уже более семи лет при Ростовской надону епархии действует православное молодежное движение «Ростов без наркотиков». В холодное время года добровольцы этой общественной организации кормят горячими обедами людей, оказавшихся за чертой социального благополучия, как в областном центре, так и в других городах Донского края. Продолжат наши коллеги из епархиальной телестудии «Дон православный». По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского «Меркурия» в городе Новочеркасске стартовала акция по кормлению бездомных и малоимущих. На Соборной площади волонтеры областной общественной организации «Ростов без наркотиков» раздавали всем нуждающимся горячий обед и чай. Потому что любая благотворительность, которая совершается в мире, она прежде всего нужна тем, кто ее совершенит, а не тем, на кого она направлена. Потому что присутствие людей, неимущих, нуждающихся в нас, в нашей жизни, дает нам возможность сделать шаг навстречу Богу. Господь дает нам эту возможность, нам нельзя ее не использовать. И я очень благодарен Богу за то, что есть такие люди, которые взялись за это благое и прекрасное дело. И наше общество «Ростов без наркотиков», которые сами себя реабилитанты реализуют именно так, в приготовлении пищи и раздаче ее, сделали очень хорошее, благое и доброе дело. Новочеркасск стал еще одним городом, где бездомные и малоимущие люди получили поддержку в виде горячей пищи. В Ростове-на-Дону такая акция действует уже третий год. Стартует она с приходом первых холодов и продолжается до тех пор, пока хватает продуктов. Постепенно география проведения этой акции расширяется. Вслед за Ростовом кормить бездомных и малоимущих стали в Пятигорске, Ставрополей, Новочеркасске. На месте пункта раздачи готовой пищи всем нуждающимся будут также предложены теплые вещи, которые для них пожертвовали сограждане. Здесь, на Новочеркасске, эта акция впервые. Мы надеемся, что это будет постоянно. И Бог даст, будем обращаться к людям, будем обращаться к спонсорам, чтобы эта акция продлилась до весны. Также вот знаменательно, что сегодня также в Пятигорске начали тоже кормить бездомных и малоимущих в Ставрополе. И в Ростове тоже продолжается акция по кормлению бездомных и малоимущих. Так что везде, в всех наших отделениях, где мы есть, где ребята, девчата проходят реабилитацию, везде оказывается такая вот социальная помощь. Четыре года назад, когда мы начинали кормление бездомных и малоимущих, нас поддержал Ферненчук Геннадий Петрович, это православные медицинаты России, вот, тоже оказал такую поддержку и помощь. И сегодня тоже вот это кормление бездомных и малоимущих благодаря его поддержке и помощи. Я хочу выразить благодарность Азовскому рынку, директорам Павловской Марии Валерьевне, Марине Валерьевне, да, за то, что она поддержала нас в этом как бы нелегком деле. Утром ребята просыпаются рано утром, встают, готовят пищу, вместе с нами выезжают и вот помогают как бы в этом деле. И хотим сказать, что очень помог нам храм Константина и Елены, потому что как бы это наш отец Андрей Немыкин, настоятель храма, вот, он нас поддерживает в этом, теплые вещи от этого храма нам были даны. Акции по кормлению бездомных, организованные областной общественной организацией Ростов без наркотиков, продолжаются благодаря помощи людей, неравнодушных к судьбе своих соотечественников, оказавшихся за чертой социального благополучия. Поучаствовать в этом благом деле и помочь бездомным и малоимущим может каждый. Для этого достаточно принести продукты питания или теплую, пригодную одежду в храм Константина и Елены города Новочеркасска. Продолжит выпуск сообщение из Белгородской митрополии. Прохоровский православный детский дом школы отметил свой 10-летний юбилей. Все это время он располагается рядом с храмом-памятником во имя святых апостолов Петра и Павла в поселке Прохоровка. Торжества начались молебном, который совершил митрополит Белгородский Старооскольский Иоанн. На праздники побывал и наш коллега Виталий Стариков. Ему слово. Православный детский дом в Прохоровке был создан по инициативе митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна и при поддержке губернатора Евгения Савченко. Главным благотворителем выступил депутат Государственной Думы Сергей Муравленко. Два десятка мальчишек, 4-6 лет, оставшихся без попечения родителей, поселились в уютном доме, построенном рядом с храмом-памятником во имя святых апостолов Петра и Павла. Так как в нашем доме одни ребята, то, конечно же, главное для них, в первую очередь, это спорт, учеба. Сейчас они уже взрослые, обучаются в 9-10 классе, поэтому открыли мастерскую столярную, обучаются вождению. Но надеемся, что в будущем это будут христиане и, самое главное, защитники нашего Отечества. Юбилейные торжества начались молебном, который совершил владыка-метрополит. Молитвы пели все воспитанники. 10 лет – это 10 благодатных лет созидания православных людей, коими вы являетесь. А это значит радость, которая в ваших душах поселилась. Это значит, те качества, которые вы приобрели здесь, будут всю жизнь определять направленность ваших мыслей, ваших чувствований, ваших действий. Мальчишки учатся в православной гимназии в Белграде, а в самом поселке посещают Прохоровскую школу искусств. В самом детском доме работают различные кружки. Самоподготовка, уроки сделали, там кружки всякие, кто на футбол, кто на танцы, потом идет рукопашка, кто на каток, сейчас в зимнее время ходит. Вот остальные там могут просто погулять с девчатами, общаемся нормально все. Хочу в музыкальный колледж поступить, куда душа лежит. С ребятами дружно, не ссоримся, когда надо помочь, помогаем друг другу, там домашнее задание, реферат. Все ребята в этой большой семье почти одного возраста, но три месяца назад у них появился младший брат. У маленького Даниила, в расположенном рядом детском доме для девочек, которые, кстати, тоже поздравили юбиляров, живет сестра. И вот было решено взять его сюда. У старших появилось новое качество. Они теперь в ответе за тех, кто младше и пока слабее. Хотя, глядя на успехи Даниила, о слабости говорить не приходится. Ребята кормляют клирики храма Петра и Павла, в котором дети каждое воскресенье причащаются святых христовых тайн. Юбиляров поздравляли их друзья и многолетние благотворители, представители Белгородской таможни во главе с начальником Анатолием Ушаковым, начальник Департамента экономического развития области Олег Абрамов и другие. Благодаря усилиям многих неравнодушных людей, эти ребята получили хорошее образование, достойное воспитание и крепкое физическое, высокое нравственное и духовное развитие. И поскольку через год-два ребятам предстоит уже вступать в самостоятельную жизнь, все поздравляющие желали им сохранить и пронести по всей жизни все лучшее, что они получили в православном детском доме. На уходящей неделе завершились святки, и мы завершаем рассказ о череде праздничных мероприятий. В рождественские дни маленькие пациенты онкологического отделения Санкт-Петербургской городской больницы номер 31 не остались без подарков и поздравлений. Праздник им устроили дети из воскресной школы и сотрудники благотворительного фонда «Свет». Все дети верят в чудеса, но особенно в них нуждаются дети в больничных палатах. И тогда Господь посылает к детям тех, кто любит эти чудеса творить. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Отец Богдан на этом празднике был подобен Деду Морозу. Он принес поздравления и целую коробку подарков от благотворительного фонда «Свет». Ожидать быстрого результата невозможно. Но мы не для этого, собственно, и существуем. Нам нужно оказать моральную, социальную помощь, моральную поддержку. Потому что в процессе длительного лечения ребенка действительно наступает такой спад настроения. Иногда семьи рушатся, мамы остаются одни. И вот здесь нужно поддержать их, конечно. В больничном храме во имя святых мучеников Косьмы и Дамиана, где служит отец Богдан, каждая литургия – это праздник. После службы батюшка обязательно идет по палатам, причастить больных детей, которые не могут молиться на литургии. А тот, кто однажды приходит в этот маленький храм, находит здесь помощь и утешение. «Надо мне исповедоваться, о грехах своих рассказать, прочеститься». «Разговариваешь?» «Да. И молюсь, чтобы всем помог выздороветь». «Придешь к отцу Богдану, поговоришь с ним, и она поговорит с ним, пообщается, и легче становится, потому что дети сложные на самом деле, психика и у них тоже сложная, и потом после химии с этим справляться. А когда с ним поговорят, здесь свечки поставим, попросят Боженьку, чтобы выздороветь, и все. И когда меняется сразу, выходим отсюда совсем другие». «Мы радуем и посещаем больных, которые не могут прийти в храм, которые, казалось бы, очень в таких трудных жизненных обстоятельствах. Но когда мы приходим и говорим им о Христе, когда мы им поем калятки, когда мы их поздравляем, дарим подарки, они забывают о болезни, у них поднимается настроение, а это способствует и лечению». «Праздник семейный отметим, с елкой, с домашним теплом. Пусть будет день этот светит. Всем вас, друзья, с Рождеством!» Поздравил больных ребят Всеволожский детский хор и воспитанники воскресной школы при Смоленском храме. Они не знают, что такое страшный диагноз рак, что такое химиотерапия, но сердцем чувствуют, как важна поддержка и любовь здесь, в больнице. «Почему пришла сегодня?» «Поздравить детей». «Чтобы они как-то порадовались, и они больше этого никогда не увидят. Красоты такой, как мы спели». Познать духовный мир глухонемым детям из Задонска помогают рождественские песнопения. Их ребята разучивают вместе со своими педагогами и исполняют со сцены языком жестов. Чтобы выучить только один номер, нужно готовиться несколько месяцев. Для неслышащих артистов голос — это движение рук и мимика лица. С их помощью они доносят до зрителей смысл песни. Репортаж о школе для глухонемых и слабослышащих детей телестудии «Светмиру Липецкой епархии». В этом старинном учебном заведении обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 18 лет. С самого раннего возраста специальные педагоги учат неслышащих детей общаться и познавать окружающий мир. Задача эта непростая. Учителю необходимо особое терпение и любовь к детям. По словам директора Нелли Антюховой, в школе созданы все условия для педагогического процесса. У нас имеется хорошая материально-техническая база. Оборудованы специальные слуховые кабинеты, которые дают возможность заниматься с каждым ребенком индивидуально. В обычных классах имеется специальная звукоусиливающая аппаратура. Также мультимедийное и компьютерное оборудование. Дети с нарушением слуха и речи получают в этой школе не только знания, но и раскрывают свои таланты. Например, в музыкальной студии они обучаются необычному пению. Кладем руку на магнитофон, на колонки, чтобы они хотя бы чуть-чуть частоты уловили, вибрацию какую-то уловили, движение уловили, чуть-чуть темп песни уловили. А так все идет даже как-то пародийно-зеркально. Все идет от меня. Если я пою с ними песню лирическую, значит лицо у меня должно быть лирически настроенное. Если у меня будет лицо грустное, значит ребенок просто скопирует это лицо. И потом, возможно, настолько это впишется, что он не сможет дальше как-то песню эту по-другому спеть. Жестовым пением сурдопедагог Светлана Забровская занимается 11 лет. Чтобы выучить только один номер, нужно готовиться несколько месяцев. Для неслышащих артистов голос – это движение рук и мимика лица. С их помощью они доносят до зрителей смысл песни. Особенно, признается Светлана Анатольевна, ученики любят исполнять добрые песни. И звучало в ответ, это гордых вершин кроток сердцем. И духом смирен, верный сыну наследовал дрон. Для человека, который не слышит, бывает не слишком понятен церковный мир. Это образы веры, слова веры, понятия веры. Не совсем понятно. А через песни, вот именно рождественские, наши дети по чуть-чуть начинают постигать этот уходный мир. И душа их развивается. И душа у них приподнимается, позносится, парит, летит. Ребёнок, когда поёт, он же сам ощущает себя какой-то птичкой в этом воздухе, в окружающем мире. Школа-интернат давно сотрудничает с Задонским мужским монастырём. На уроках православия насильники обители рассказывают ученикам о Боге, храме и праздниках. «Где просто, там ангелов соста, а где мудрено, там ни одного», – говорил преподобный Амросий Оптинский. На языке этих ребят не слукавить. Без лишних слов они понимают то, о чём рассказывает отец Алипий. Главное – открыть своё сердце для замкнутых в своём немом мире людей. Вот эта информация, которую мы сейчас детей, может быть, перенасыщаем, она не нужна. Вот им просто нужно. Ну, добро какое-то, добро. Как-то так. Очень всё. Очень всё просто. На первый взгляд, это самая обычная школа. Те же парты, предметы и уроки. Только ученики здесь другие. Вот говорят, есть такое выражение «слышать сердцем». Вот наши дети умеют слушать и слышать сердцем. Уметь слушать и слышать сердцем – редкое качество даже среди людей, имеющих слух и речь. Наш агрессивный мир заражён сердечной глухотой и чёрствостью. По сути, мы все, наверное, мы все. Никакие мы не злодеи. Вот, никакие мы там не ужасные. Мы все, вот, человек любого, душа любого человека, она способна, готова на добро, мне так кажется. Просто надо дать ей, надо дать этой душе возможность совершить какой-то поступок, милосердие. Все изменения начинаются в человеческом сердце, поэтому так важно открыть его для сострадания, добра и милосердия. Павел Колобаев, Геннадий Никитин, телестудия «Свет миру» Липецкой и Елецкой епархии для православного телеканала «Союз». В Беларуси состоялась торжественная церемония награждения премиями за духовное возрождение и специальными премиями деятелям культуры и искусства. По традиции вручал высокие награды президент республики Александр Лукашенко в присутствии Патриаршего Экзарха Вся Беларуси, митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Подробности из Минска. Торжественная церемония награждения премиями президента Беларуси за духовное возрождение по традиции состоялась во Дворце Республики. В 16-й раз на самую престижную сцену страны вместе вышли глава белорусского государства и митрополит Минский и Слуцкий Филарет, патриарший Экзар все Беларуси. Среди награжденных церковные деятели, сотрудники благоспорительных организаций, медики и творческие коллективы, писатели. Лауреатом премии президента Республики Беларусь за духовное возрождение от Белорусской Православной Церкви стала настоятельница женского ставропегиального монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Гродно Игумене Гавриила Глухова. Матушка внесла значительный личный вклад в работу по сохранению историко-культурного наследия. 20 лет назад Игумене получило благословение на труды по возрождению Рождества Богородичной Обители. Сегодня эта жемчужина с многовековой историей своей красотой вновь напоминает о горнем мире. Матушка Гавриила известна также духовно-просветительской и благотворительной работой, любовь которой прививает и гродинской молодежи. Учитывая то, что 2012 год был в Беларуси годом книги, многие награды вручали за таланты в области литературы. Специальной премией президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства удостоен писатель и историк Анатолий Стацкевич Баганов за вклад в изучение и пропаганду духовного и культурного наследия, создание серии историко-документальных книг «Я сын ваш», посвященной дворянским родам Беларуси. Я думаю, что история Отечества – это и есть история рода. Сумма истории родов – это вот как раз и будет история. Анатолий Васильевич по праву может гордиться своими благочестивыми предками из рода Стацкевичей. Например, 400 лет назад, в том числе на их пожертвование, был построен Петропавловский собор на Немиге. Анатолий Стацкевич Баганов также известен как православный меценат. У строителей памятника святой праведной Софии Слуцкой, участник строительства и восстановления трех храмов в Беларуси, считает, что изучая генеалогию наших родов, мы должны подражать добрым делам наших предков. За 20 лет исследовательской работы Анатолий Васильевич описал 40 белорусских родов, пока вышло в печать три тома исследований. Отдельные их разделы включены в учебную программу средней школы по белорусской литературе. Изучать историю своего отечества через род надо начинать со школы. Например, в прошлом году в Любовне, где я родился, проходил конкурс для детей, для школьников, конкурс родословных. Дети действительно вместе с семьями увлеклись изучением своего рода. Одна девочка с 8 класса до 19 века сама без архивов исследовала свою генеалогию, свой род. И нашла такие уникальные документы дома в сундуках, что теперь за них ходят музеи и архивы, просят подарить эти материалы. Настолько они интересны. Среди лауреатов специальной премии президента, деятелям культуры и искусства за 2012 год и знаменитый режиссер документального кино Галина Адамович. Работы этого мастера неоднократно были отмечены на кинофорумах в Белоруссии и за рубежом. Православному зрителю особенно запомнился фильм «Иннокене». Завершил торжественную церемонию во дворце республики митрополит Минский Ислутский Филарет, патриарш-экзар всей Белоруссии. Многие из собравшихся здесь хорошо помнят слова классика белорусской литературы Владимира Короткевича. Человек носит свое небо с собой. Позвольте и мне пожелать, чтобы личный небосвод каждого из нас всегда был озарен светом лифленемской звезды, ведущей нас ко Христу. Со святом, дорогие друзья! В Москве можно познакомиться с съемкой, изложенной в картинах и фотографиях истории войны 1812 года и отдать дань памяти героям того времени. Именно такую цель ставили перед собой организаторы экспозиции «200 лет победы в Отечественной войне 1812 года». Церемония открытия выставки состоялась в день празднования 200-летия оставления наполеоновскими войсками пределов России. Выставка состоит из трех разделов, каждый из которых рассказывает о событиях главных сражений 1812 года. В экспозиции не только предметы того времени. Представлены также свидетельства того, как сохранилась Отечественная война в памяти потомков, художественная фотография реконструкции сражений и кинохроника 1912 года, на которой запечатлено празднование столетия победы над Наполеоном. Один из ключевых экспонатов, написанное к 200-летнему юбилею победы, масштабное полотно Василия Нестеренко «Гибель. Нашествие». Открыла выставку, торжественно перелезав красную ленточку, проправничка адъютанта великого русского полководца Михаила Илла Леоновича Кутузова, Кира Хитровок-Ромская. Она высоко оценила то, как организована экспозиция. Очень интересная выставка, но ее нужно видеть, конечно. Рассказывать о ней очень трудно, мне, по крайней мере, потому что я не художник. Но она мне очень понравилась, во-первых, очень хорошо снята все сражения, в общем, весь ход событий очень хорошо связан. Организовано было, я считаю, на 5 с плюсом. Почетным гостем на открытии выставки был проправнок российского императора Александра Третьего Павел Куликовский. Он считает, что посещение экспозиции проводит в людях гордость за историю своей страны. Мне очень понравилась выставка. Я думаю, что здесь много хороших фотографий. Здесь много людей, вдохновленных российской историей, людей, которые хотят что-то сделать для будущего России. Я думаю, многие, придя сюда, увидят это и ощутят патриотизм, веру в Бога, а значит, они смогут сделать лучший выбор для России в будущем. Выставка продлится до 25 января. Как сообщил заместитель председателя общественного совета по содействию Государственной комиссии по подготовке к празднованию 200-летия Победы России в Отечественной войне 1812 года, Виссарион Алявдин, торжественные мероприятия не ограничатся минувшим 2012 годом и будут продолжены в 2013-2014 годах, когда исполнится 200 лет заграничным походом русской армии. Благотворительный музыкальный фестиваль в Астрахани собрал более 600 зрителей. Впервые подобное мероприятие проводилось столь масштабно. Музыканты и певцы из многих регионов России, даже из-за рубежа, исполняли духовную классическую музыку. Подробнее о фестивале в сюжете нашей астраханской коллеги Риммы Хохловой. Зал постоянно взрывался аплодисментами. Духовная музыка и рождественские песнопения признавались астраханцы в настоящее наслаждение. Великолепный концерт, очень понравилось, душа радуется. Замечательный, мы просто в восторге, скажи, да? Да, Кош? На благотворительный рождественский музыкальный фестиваль в Астрахань съехались исполнители из Москвы, Волгограда, Казани, Курска, Северной Осетии и даже Соединенных Штатов Америки. Профессиональные самодеятельные музыканты и певцы передали атмосферу праздника, которая запомнится надолго. Для меня духовная культура, она всегда являлась, наверное, первым основополагающим именно в творчестве, именно в музыке и в том, в моем именно кредо, в который я верю. Несколько дней добиралась в Астрахань уроженка Нигерии, а ныне американская студентка Флора Итон. Ей понравилась астраханская публика. Девушка призналась, она очень любит Рождество Христово за то, что родился Спаситель. Будем исполнять песни в стиле хип-хоп, одна песня-ремикс на всем, наверное, известную рок-оперу Иисус Суперзвезда. И есть другие песни, которые будут сюрпризами. Ансамбль «Колокольчики Северной Осетии» удивил всех. Музыкальные произведения, исполняемые на необычном инструменте, обрели новое звучание. Музыку мы будем разных направлений, и христианские, и классические, и даже африканскую. Прекрасная музыка согрела сердца людей в зимнюю стужу. Организаторы Рождественского фестиваля надеются, она станет и объединяющим началом. Нужно такие фестивали проводить, чтобы народ немножко призывать и к духовности, и к дружбе, и к миру, потому что мы живем в одном городе, мы тоже патриоты этого города. Рождественские праздники продолжаются. В эти дни астраханцы смогут побывать на представлениях и выставках в музее Астрахани. Здесь рассказывают о том, как встречали Рождество в нашей губернии. Свет Рождественской звезды озарила Москву. Здесь прошел благотворительный фестиваль с одноименным названием. Многодетные и малоимущие семьи, дети-инвалиды и обычные ребята смогли увидеть потрясающий концерт, на котором выступили ведущие танцевальные хоровые ансамбли. Свет Рождественской звезды увидела и наша съемочная группа. Подробнее расскажет Инна Тихонова. Песня «Тебе кланяйтесь, я солнцу правды, и теперь идите с высоты востока, Господи слава тебе». Этот праздник, ставший уже традиционным на московской земле, прошел нынче в десятый раз. С каждым годом увеличивается не только количество взрослых и совсем маленьких зрителей, но и самих участников. Вместе с этим значительно повышается и качество выступлений, что делает детский фестиваль «Свет Рождественской звезды» одним из самых популярных. «Свои коллективы есть у нас уже, свои коллективы, появляются новые коллективы, очень интересные творческие коллективы. А идея такова, что собрать не только детей воскресных школ, но и светские коллективы, чтобы вместе все порадовались одному общему, такому замечательному празднику, как Рождество Христово». Участники фестиваля, те, кто на сцене, действительно никогда не разочаровывали своих зрителей. В этом году организаторы сделали двойне интересную программу. Связующим звеном между выступлениями коллективов стал целый спектакль, поставленный на рождественскую тему. «Вот мой сказ. Поживи пока у меня. У меня такая помощница. Ой, как нужна». «Они очень любят петь. И особенно они любят петь на службе. Особенно. И фестиваль для них тоже это такое событие, к которому мы готовимся очень долго. Они знают, что мы готовимся к фестивалю, что мы должны выучить песни. Они очень ответственные, стараются ходить. Кто не ходит, обязательно берут партии, учат их, доучивают дома. Мы устраиваем маленькие экзамены, проверяем слова. Дети сами друг у друга проверяют слова. То есть у нас такая достаточно интересная, разнообразная жизнь». Перед концертом и во время антракта в фойе прошли мастер-классы по народному творчеству, игровые программы. Дети даже смогли поучаствовать в репетициях хоровых ансамблей. «Я хочу продолжать, потому что мне нравится не только петь, но и быть с таким учителем, как Ольга Александровна». Подарить любовь и разделить радость с ближним. К этому стремится каждая христианская душа. Именно с этой целью и проводятся ежегодные детские благотворительные фестивали. «Дети рисуют храм». Такую тему для творчества севастопольским ребятам предложили организаторы первого конкурса изобразительного искусства. Он проводился в течение месяца по инициативе севастопольского благочиния при поддержке управления образования и науки. Своей работой всего около 90 рисунков на конкурс представили воспитанники за студией при школах и детско-юношеских клубах города. Подробности в сюжете наших коллег. Идея творческого конкурса «Дети рисуют храм» возникла у организаторов полгода назад. Мы выбирали момент, какому же событию, какому дню приурочить этот фестиваль, этот конкурс. Ну и поистине мы не нашли более лучший, подходящий такой момент, как проведение его к Рождеству. О начале конкурса было объявлено месяц назад. За это время юные художники успели подготовить более 90 работ. Сразу было много идей. От нашей студии предоставлено три работы. Все разные соборы, разные по цвету, разные по технике. То есть хотелось показать разнообразие, что студия наша работает по-разному, и что каждый ребенок видит все по-разному. Сложно было работать комиссией, жюри, потому что те работы, которые были поданы, они настолько все прекрасны и отличаются. И вот уже даст Бог, если мы сможем сформировать этот конкурс ежегодным, фестиваль, мы уже, конечно, будем учитывать всевозможные варианты, всевозможные техники, всевозможные номинации. Я рисовала храм на закате. И я нарисовала фон темным, потому что храм должен быть более светлым, потому что это Божий дом. Мне захотелось нарисовать храм как-то необычно, в виде птицы. Птицы — это символ духа. Работа называется «Покровский собор». Я захотела его рисовать, когда гуляла с родителями и увидела его. Мне он очень понравился. Когда в студии сказали нам, что будет конкурс, я захотела нарисовать этот собор. Дети все способны, они все творческие, они все талантливые. И наша задача, задача педагогов — это не только научить их какой-то технике рисования, а также воспитать в них добрые, светлые качества. И думаю, что мы вместе с церковью, вместе со школой, с клубами — это наша общая задача. И такие конкурсы очень помогают в деле воспитания наших детей. Мы предложили тему. Все остальное решалось все самим собой, то есть учителями, педагогами, родителями. И это задание получило такой широкий отклик. То есть это настоящий отклик души. Но если не брать в расчет вот такое искреннее желание, или вот такое обилие работ поданных, если не брать его в расчет, то тогда возможно говорить о каком-либо навязании. Вот как раз-таки этим фестивалем, этим конкурсом мы и хотели подчеркнуть обратный отзыв, то есть обратную сторону вот той аудитории, которая обращается и священнослужитель, батюшка, приходя всегда. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, пресс-служба Севастопольского благочиния. На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Во вторник День памяти святителя Филиппа, митрополита Московского и всей России Чудотворца, а в среду святителя Феофана, затворника Вышинского. В четверг церковь будет чтить преподобного Феодосия Великого, общих житий начальником, а в пятницу святителя Саву, архиепископа Сербского. На следующее воскресенье приходится отдание праздника, богоявления и День памяти, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго. До свидания.